Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я представлю вам один из старейших инструментов русского народа. Этот инструмент известен с давних времен и прошел путь от известности в неизвестность. И возродился спустя два столетия. В настоящий момент инструмент, у которого чуть более 100 лет, получил широкое распространение в нашей стране. На нем играют от Калининграда до Камчатки. Название этому старинному русскому инструменту – Домра. Вот я вам показываю этот инструмент. Это струно-щипковый инструмент, звуки из которого извлекаются посредством щипка струны специальным приспособлением – медиатором. Что мы знаем об этом инструменте в историческом плане? Существует две версии появления инструмента на Руси. Первый – это восточные корни. У древних тюркских народов был инструмент, называемый тамбуром, с очень похожим на домом круглым корпусом. Считается, что именно от тамбура произошли многие восточные инструменты. Это турецкий доглама, это казахская домбра, киргизская дунбура, таджикский рубак и многие-многие инструменты. Предположительно, тамбур был завезен в Древнюю Русь в период торговых отношений со странами Востока, либо в период монголо-татарского ига. А другая версия появления на Руси нашего инструмента – это страны Европы и происхождение домбры от европейской людни, у которой тоже округлый корпус и звук извлекается с помощью щипка. Предполагается, что людня произошла от арабского инструмента аль-удан. И в дальнейшем на нее оказали влияние инструменты европейских славянских народов. Это кобза и более ее современный вариант – это бандура. Достоверно известно, что уже в средние века на Руси было налажено устарное производство домбры и струнг-мин. Сравнительно простая технология изготовления инструмента и низкая его стоимость позволила получить ему достаточно широкое распространение на территории Руси. В период XVI-XVII века домбра являлась значимой частью русской инструментальной культуры. Основными исполнителями на Руси на этом инструменте являлись скоморохи. Скоморошество всегда использовало для своих уличных выступлений домбру наряду с другими древним народным инструментами – это гуслями и гудками. Коморохов-исполнители на доме называли домрачеями. Они путешествовали по городам и селам Руси, давали представления на ярмарках в периоды народных праздников. В своих выступлениях скоморохи часто подшучивали на двоярской знати церковниками, что, конечно же, вызывало гнев со стороны власти и церкви. Служили домрачея в XVI-XVII веках и в потешной палате, которая развлекала высший свет тогдашней Руси. С помощью этих инструментов они развлекали бояр и их друзей, знаменитых путешественников, торговцев из разных стран. Из летописи мы знаем, что в 1648 году для домбры наступили драматические времена. Царь Алексей Михайлович издал знаменитый указ о массовом истреблении ничем не повинных инструментов – орудий бесовских игрищ. Он писал, а где объявятся домбры, и стру, сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды, и зимать, и сжечь? Вряд ли какой-либо еще инструмент в истории человечества подвигался к столь чудовищному истреблению. Домбры сжгли, ломали, уничтожали, и она была забыта на два с лишним столетия. Постепенно ее место у русского народа заняла балалайка. И как это бывает в сказках, так и с домбры наступил счастливый конец. Появился на русской земле талантливый музыкант, любитель народной музыки и народных инструментов, исследователь, человек, прекрасно владеющий игрой на народной балалайке, реконструктор этой балалайки, создатель кружка любителей игры на балалайке, композитор и аранжировщик. И все это Василий Васильевич Андреев. В 1896 году в Вятской губернии был случайно найден небольшой струнный инструмент с округлой формой корпуса, который вскоре попал в руки Андреева. Сравнив инструменты с изображением на старинных лубочных картинах и гравюрах, и описанием старинных инструментов Андреев предположил, что это и есть старинная домбра, которая давно-давно разыскивается. По своим чертежам он реконструил инструмент, и который был впоследствии включен в состав балалайшного оркестра, а затем и в знаменитый Великорусский оркестр народных инструментов, который был создан Андреевым в 1888 году. И домбра попала в этот оркестр в качестве основного оркестрового инструмента. Группе домбр была доверена мелодическая функция. Впоследствии было создано семейство домбр различных размеров специально для этого оркестра. Это домбра пиккола, вот у меня есть, я вам покажу. Домбра малая, домбра альт, домбра бас и домбра контрабас. Сейчас я прошу вас прослушать запись в исполнении оркестра русских народных инструментов, который в настоящее время носит имя великого Василия Васильевича Андреева. И для вас прозвучит русская народная песня «Светит месяц» в обработке Андреева. Первое выступление кружка любителей игры на балалайках под руководством Андреева состоялось 20 марта 1888 года. Этот день русский народный оркестр имени Андреева, ленинградского телевидения и радио, считает днем своего рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Начинается резкий взлет исполнительской школы. И практически во всех музыкальных школах нашей страны открываются классы домры. В то время был огромный интерес к этому инструменту. Удалось отразить богатые технические возможности инструмента. Виртуозность и лиричность. Показать разнообразие тембра этого инструмента. И домра буквально за несколько десятилетий прошла огромный путь от музыкально-привитивного инструмента до развитого академического. Многим классическим инструментам для этого потребовалось ряд столетий. В заключении нашей беседы прошу прослушать фрагмент знаменитого концерта для домра с оркестром в исполнении народного артиста Российской Федерации, профессора Российской Академии Музыки имени Гнесиных Александра Андреевича Цыганкова. Играет музыка. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание.